Привет, я доктор Берг. В этом видео мы обсудим, как растворять камни в почках. Но сначала хочу предупредить, обязательно обсудите эту информацию с вашим лечащим врачом, потому что цель не в том, чтобы заменить лекарства или операции, которые вам назначили. Я просто хочу представить это как полезное дополнение для вашего врача, чтобы помочь избежать рецидивов или замедлить образование камней. Иногда растворение камней занимает несколько месяцев. И если можно избежать инвазивных процедур, то, по-моему, стоит попробовать. Всегда можно сделать УЗИ и посмотреть, уменьшились ли камни. Вот эта информация. Большинство камней в почках состоят из оксалата или фосфата кальция. В 20% случаев или чуть реже — из кристаллов мочевой кислоты. Есть два типа. Точнее, их больше, но эти два — основные. Камни в желчном пузыре совсем не такие, как в почках. Они образуются иначе. Камни в желчном — холестериновые из-за нехватки желчи. Камни в почках, если брать самые частые, — из оксалата кальция. Есть два момента, на которые надо обратить внимание. Первое — убрать оксалаты из пищи. Это как бы побочный продукт метаболизма, но в почках оксалаты связываются с кальцием. В почке образуются кристаллики, которые могут вызвать много проблем. Они могут застревать прямо в почке перед самым мочеточником и вызывать задержку жидкости, давление и сильную боль. Симптомы камней в почках очень похожи на симптомы камней в желчном. Иногда неясно, что вызывает что, потому что они очень похожи. Но можно сделать УЗИ или КТ, чтобы выяснить это. Хорошо, итак, основной механизм в том, что обычно у человека мало цитратов и много оксалатов. Цитраты помогают предупредить образование новых камней и растворить имеющиеся. Есть два способа, на которых надо сосредоточиться. Увеличить цитраты в пище и снизить оксалаты. Ясно? Начнём с первого. Пункт первый. Увеличить цитраты. Есть много марок лимонного сока, которые можно пить. Мне нравится лимонный сок Валкейна. Можно вообще брать... В принципе, подойдёт любой лимонный сок. Но я рекомендую лимонный сок высокого качества. Он гораздо питательнее. Валкейна лучший, но сгодится любой органический. В лимонном соке много цитратов. Цитрат любого элемента — это в любом случае цитрат. Можно принимать цитрат калия. Мне он нравится гораздо больше, чем цитрат натрия. Цитрат калия будет разделён. Большая часть калия пойдёт сюда, а цитрат пойдёт сюда. Начнёт соединяться с кальцием и помогать разрушать камни. Это решит вопрос цитратов. Второе. Надо избегать оксалатов. Я помещу в описании ссылку на список разных типов продуктов, где много, чрезмерно много оксалатов, а где их мало. Пользуйтесь им. В самом верху списка — шпинат. Шпинат содержит сотни... Всего в 100 граммах шпината содержится буквально сотни миллиграммов оксалатов. Далее у нас... В авокадо их много. В финиках много. В грибфрутах много. В картофеле, пшенице, бобах, свёкле — очень много. В мангольде — очень много. В киви. В консервированных ананасах — очень много. В инжире и тофу — очень много оксалатов. В орехах, к сожалению, тоже много. В миндале — очень-очень много. Очень жаль. Вы знали, что в кейле, кудрявой капусте, очень мало оксалатов, хоть она из крестоцветных. Где-то 20 миллиграмм на 100 грамм. В шпинате — сотни миллиграммов. В качанной капусте — мало оксалатов. В китайской и цветной капусте тоже мало. В огурцах мало. Возьмите этот список по ссылке, разберите его, отметьте всё, что вам нужно сделать, чтобы поменять диету. Вот, что я хочу сказать. Суть в том, и в некоторых видео я говорил об этом, кальций из растворённого состояния оседает в разных мягких тканях, когда в вашем организме слишком щелочная среда. Когда у вас алкалоз, кальций осаждается из раствора и начинает забивать суставы и прочее. Это так. Но если вы получите кальций из еды, например, из сыра и подобных продуктов, он не попадёт в тот кальций, который в почках. На самом деле, часть этого кальция из ЖКТ свяжет оксалаты и снизит шансы образования камней. Волноваться следует только о добавочном пищевом кальции, например, в ВАДах. Кальций в форме пищевых добавок, особенно карбонат кальция, вот его лучше избегать. Так что просто не принимайте БАДов с кальцием. Но продукты, которые содержат много кальция, есть можно. Что я ещё хочу сказать? Есть неясность с витамином Д. Мнения тут разные. Новые исследования говорят, что витамин Д на самом деле помогает уменьшить камни. Старые, что он их увеличивает. Но вот, что думаю я. Витамин Д увеличивает абсорбцию кальция в кишечнике в 20 раз. Это вовсе не значит, что кальций окажется в почках. Так что я думаю, что ничего страшного. Витамин К2 тоже очень важен, если у вас камни в почках, потому что он помогает сохранять кальций в костях. Он помогает оттоку кальция из мягких тканей и притоку его в кости, где ему и место. То есть этот витамин очень хорош против камней в почках. Мнения разделились и насчёт витамина С, точнее, аскорбиновой кислоты. Это синтетический, речь о больших её количествах. Некоторые исследования показывают, что она увеличивает. Другие же не показывают. И я... У меня нет мнения о витамине С. Я не знаю, как именно он действует. Кто-то считает, что клюква помогает растворить камни в почках. Не помогает. Всё, чем вам поможет клюква, она уменьшит вязкость бактерий в мочевом пузыре. Теперь о кристаллах мочевой кислоты. Конкретно этот вид камней развивается, когда ваш PH слишком кислотный. PH вашей мочи слишком кислотный. Тут причин может быть несколько. Первое. Вы питались пакетодиете, и теперь у вас камни в почках. Либо у вас проблемы с инсулином. У многих диабетиков есть камни в почках. Потому что тут участвует сахар. Так как сахар, фруктоза могут привести к скоплениям мочевой кислоты в организме. Если у вас камни из мочевой кислоты, вам нужно повысить PH организма. А это можно сделать так. Можно повысить щёлочность организма, принимая цитрат калия. Или даже лимонный сок, потому что они оба щелочные. Хотя лимонный сок — это кислота, в организме он превращается в щёлочь. Так что цитрат калия и лимонный сок помогут при обоих типах камней. И последнее, но тоже очень важное. Если у вас кристаллы мочевой кислоты в виде камней в почках или подагры, вам нужно нормализовать инсулин, понизить его уровень. Это бывает из-за инсулинорезистентности. В описании ссылки на материалы. В этом видео я хотел охватить более-менее всё, потому что у меня есть много разных видео о разных аспектах. Но это видео, чтобы дать вам общее представление о том, что делать, если у вас камни в почках. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...